Подводим итоги матча Бродвей и ГСК Атлетикс, победа Салатовых со счетом 4-1, Максим Скрупский, Александр Кулыгин. Саш, перед игрой, мне кажется, все располагало к хорошему результату, отличный сбор, все лидеры присутствовали, соперник без замен. Николай Домников в прошлом интервью обещал в эти выходные порвать всех соперников на тряпки. Почему 1-4? Да, в общем-то, игра была неплохая, но три ошибки, вот и 4-1. Сами себе привезли голы, а свое не забили. Поэтому вот так обидно проиграли. На самом деле, игра была равная, мог победить кто угодно, просто ребята не ошиблись, а мы ошиблись. Поэтому такой результат. Ну, мне кажется, результат результатом. Но сейчас у ГСК Атлетикс такая серия, затянувшаяся из поражений. Ну, мнение Николая мы слушали, хотелось бы твое услышать. Что с командой-то происходит? Еще там месяц назад планировал бороться, не знаю, за четверку, не за четверку. Сейчас там 5 поражений подряд или что-то такое, и уже свалились там уже в самую середину. Разбирали игры, смотрели. На самом деле, наверное, ни одной игры, которую проиграли, не было, чтобы просто взяли и отдали. Допустим, как с крысами в первом круге. Все в борьбе. Просто где-то, не знаю, отвернулся от нас футбольный бог. Где-то, может быть, ребята подустали в какой-то момент. То есть, явно какого-то такого провала дикого нету. Где-то что-то не фартит, мешает. Не знаю, посмотрим. Будем разбираться. Действительно, играли сегодня на победу и сыграли достойно. Просто сами себе привезли голы. Три ошибки, три гола. Максим, второй твой матч у руля команды и две победы. Сегодня вообще... И так, кстати, и прошлая игра с креативом, там была вроде одна замена. Сегодня вообще без замены. Звоночек Михаила Кольчику? Ну, не знаю, звоночек. Так получилось просто, и все. Ну, давай по игре. Ты согласен с оппонентом, что игла была равная, но вы свои моменты лучше реализовали? Ну, единственная была возможность сыграть сегодня, это закрыться, вот, и ждать своих ошибок. Я пацанам говорил, терпите, терпите, будет момент. И мы даже Сокола видели, поставили вперед, что человек может одним касанием решить игру. Ну, вот терпели, спасибо всем, дотерпели. И так получилось, да. Там в предыдущем интерею как раз Дисперадос там губу раскатывал на четвертое место, пытался вас догнать, но теперь уже все. Можешь сказать, что четвертое место точно за вами. Впереди, конечно, еще две игры. Как ты вообще считаешь? Ты же, я знаю, следишь за Суперлигой. Насколько высокие и невысокие шансы у Бродвейна в стыковых матчах против представителей Суперлиги? Ну, я даже не знаю, с кем мы, возможно, будем играть. Но будем бороться просто, вот, и все. Еще один шаг сделали, и вот, и растем потихоньку, и попробуем. Почему бы и нет? А что же вообще сегодня со сбором? Вроде тоже такая важная игра, да, как раз за это стыковое место. И в этой игре, кстати, и в прошлой игре всего, там, в этой без замен, в прошлой одна замена. Что вообще у Бродвей? Ну, кто-то нарушает режим, я знаю, что у кого-то, кое-кого день рождения было, и похоже, там. Неужели Михаил Кольчик нарушает режим? Михаил Кольчик по уважительной причине, по семейным обстоятельствам. Ну, игроки, четыре игрока, вот, выпали, это я точно знаю. Пару человек, корона, все-таки зацепила и нас. Вот так вот. Ну, молодцы, кто играл сегодня, терпели за всех, из-за того парня, как говорится. Спасибо всем. Спасибо, ребята. Спасибо.